Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно. Так же и понты для бойца. Без навыков опасны, а без победы позорны. Как говорится, не будь дерьмом, и зеленые мухи тебя пощадят. Но когда боец в душе подлец, пощады не жди. Двойник МакГрегора решил, что подлый удар в солнышко перед боем даст ему преимущество, но по факту он дал еще больше силы и мотивации сопернику, который отомстил негодяю сполна. Трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Так же и в спаррингах. Трудно сдержаться, несмотря на то, что это не бой. На обычном спарринге мужики вошли в азарт и решили порубиться. Это бывает частенько, но вот понты в такие моменты точно лишние. Ведь они злят еще больше, а выдержать удар в бороду не поможет даже дерзкий настрой. Только самые мудрые и самые глупые не хотят учиться. А боец должен учиться и тренироваться всегда. Даже если он выступает на лучшем промоушене ММА. В поединке Грина против Парье первый решил, что достиг уровня Нео из Матрицы. Поэтому постоянно требовал ударов и пытался от них уйти корпусом. Но все-таки, видать, Бобби перепутал таблетки. Ведь все, что бросал в него Парье, прилетало в голову. Он неоднократно укладывался на канвас, пока вся эта матрица не закончилась добиванием. Когда ты боец в голове, а на деле танцор, лучше в ринг не выходить. Но так хочется. Когда на боксерском турнире между боями предложили желающим зрителям попробовать себя в ринге, Мужик в белых одеяниях сразу вызвался на бой. На вид боец был очень атлетичным, с отличной растяжкой и движениями, как у Брюса Ли. Даже рефери его побаивался. Но реальный бой это не кино, где можно стоять с опущенными руками И раскидывать всех по сторонам, как Чакраборти в фильмах. Первый деревенский удар от простого парня и легенда погибла, так и не родившись. На этом свете много хороших людей, но на том их больше. А в ринг выходит много хороших бойцов, но уходит с него в два раза меньше. Красавчик в зеленых шортах показал отличные навыки. Он наносил быстрые удары, демонстрировал отличную защиту и сокращал дистанцию. Казалось, что он может отправить оппонента в нокаут в любой момент. Но чрезмерные понты с постоянным подниманием руки призывом публики обернулись для него наказанием самой кармы. Когда после несильного удара он завалился назад и подвернул ногу, после чего ему был засчитан технический нокаут. Если ты доминируешь в бою, тогда можно позволить себе и немного бравады для публики. Но когда ты выгребаешь, лучше держать защиту. Но есть монстры, которые делают все наоборот. Прямо как Фернандес в бою против Санчеса. Он постоянно просил удары, и Санчес ему их добродушно давал, не жалея. Но сам Фернандес вообще не отвечал, что естественно привело к нокауту. Некоторых людей встречают по одежде и провожают тоже плохо. А в этом поединке на топовом турнире One Championship бойца из Китая встретили бы вроде хорошо, но его манера пьяного мастера плохо для него закончилась. Но не столь страшная была бравада, как обманный проход в ноги, который для него же закончился нокаутом. Мало найти свое место в жизни, нужно найти его первым. А для бойца недостаточно угрожать на пресс-конференциях, как это делал Стиверн. Нужно еще и выиграть в бою. Ну или хотя бы достойно в нем себя показать. Уайлдер, спокойно слушавший весь треп от соперника, который хорошенько по нему прошелся, решил доказывать обратное не словами, а ударами в ринге. И ему это отлично удалось. Ведь все свои доказательства он вывалил в первом раунде, заставив умолкнуть оппонента. Ничто так не ранит человека, как осколки собственности. Учленного счастья, а ничто так не печалит бойца, уверенного в своих силах, как поражение нокаутом. Боец слева на взвешивании не хотел, чтобы бицуху его оппонента считали мощной. Поэтому со злобным взглядом он решил показать свою, заодно убрав конкурента с такой маленькой сценой. Что вылилось в потасовку. Но к сожалению для мужика, в боксерском бою размер бицепса не имеет значения. Как и демонстрация силы на взвешивании. Поэтому четкий, правый, прямой от соперника отправил бициносного бойца немного подумать. Нашедшего выход при пожаре затаптывают первым. А боец, который начинает верить в свое превосходство, может первым упасть. Прямо как Весби, который решил, что у него могучие удары и несокрушимый подбородок. Отчего можно опустить руки и показать агрессию. Но Родригес молча и спокойно сделал свое дело, четко пробив левый хук. Бывает все идет хорошо, только мимо, так и в бою. Кажется вот-вот победишь, а потом просыпаешься в раздевалке. Так же было и в поединке Вильямса, который отлично работал и пробивал Стивенсона. Он даже праздновал победу после каждого раунда. Вот только Стивенсон прервал эти празднования в четвертом раунде и уже сам отпраздновал заслуженную победу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, нравятся ли вам понты в ринге или только в кабаках. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов, по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. Или поддержите канал любой суммой по ссылке в описании. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует... Продолжение следует...